Белоснежка и семь гномов. Было то в середине зимы падали снежинки, точно пух с неба, и сидела королева у окошка, рама его была из черного дерева, и шила королева. Шила она, загляделась на снег и уколола иглою палец, и упала три капли крови на снег. А красная на белом снегу выглядела так красиво, что подумала она про себя. Если бы родился у меня ребенок, белый, как этот снег, и румяный, как кровь, и черноволосый, как дерево на оконной раме. И родила королева вскоре дочку, и была она бела, как снег, как кровь, румяна, и такая черноволосая, как черное дерево, и прозвали ее потому белоснежкой. А когда ребенок родился, королева умерла. Год спустя взял король себе другую жену. То была красивая женщина, но гордая и надменная, и она терпеть не могла, когда кто-нибудь превосходил ее красотой. Было у нее волшебное зеркальце, и когда становилась она перед ним и гляделась в него, то спрашивала. Зеркальце, зеркальце на стене. Кто всех красивей во всей стране? И зеркало отвечало. Вы всех, королева, красивей в стране. И она была довольна, так как знала, что зеркало говорит правду. Белоснежка за это время подросла и становилась все красивей, и когда ей исполнилось семь лет, была она такая прекрасная, как ясный день, и красивей самой королевы. Когда королева спросила у своего зеркальца. Зеркальце, зеркальце на стене. Кто всех красивей во всей стране? Она ответила так. Вы, госпожа королева, красивы собой. Все же белоснежка в тысячу крат выше красой. Испугалась тогда королева, пожелтела, позеленела от зависти. С того часа увидит она белоснежку, и сердце у нее разрывается, так стала она ненавидеть девочку. И зависть, и высокомерие росли, точно сорные травы, в ее сердце все выше и выше, и не было у нее отныне покоя ни днем, ни ночью. Тогда подозвала она одного из своих егерей и сказала. Отнеси ребенка в лес, я больше видеть ее не могу. Ты должен ее убить и принести мне в знак доказательства ее легкие и печень. Егерь повиновался и завел девочку в лес, но когда вытащил он свой охотничий нож и, хотел было уже пронзить ни в чем не повинное сердце белоснежки, стал отоплакать и просить. Ах, милый егерь, оставь ты меня в живых, я убегу далеко в дремучий лес и никогда не вернусь домой. И от того, что была она прекрасна, сжалился над нею егерей и сказал. Так и быть, беги, бедная девочка. И точно камень свалился у него с сердца, когда не пришлось ему убивать белоснежку. На ту пору как раз подбежал молодой олень, и заколол его егерь, вынул у него легкие и печень и принес их королеве в знак того, что приказание ее исполнено. Повару было велено сварить их в соленой воде, и злая женщина их съела, думая, что это легкие и печень белоснежки. И осталась бедная девочка в большом лесу одна одинишенька, и стало ей так страшно, что все листочки на деревьях оглядела она, не зная, как быть ей дальше, как горю помочь. Пустилась она бежать, и бежала по острым камням, через колючие заросли, и прыгали около нее дикие звери, но ее не трогали. Бежала она, сколько сил хватило, и вот стала уже вечерить, увидела она маленькую избушку и вошла в нее отдохнуть. А в избушке то и все было таким маленьким, но красивым и чистым, что ни в сказке сказать, ни пером описать. Стоял там накрытый белой скатертью столик, а на нем семь маленьких тарелочек, у каждой тарелочки по ложечке, а еще семь маленьких ножей и вилочек и семь маленьких кубков. Стояли у стены семь маленьких кроваток, одна возле другой, и покрыты они были белоснежными покрывалами. Захотелось белоснежке поесть и попить, и взяла она из каждой тарелочки понемногу овощей до хлеба и выпила из каждого кубочка по капельке вина, ей не хотелось выпить все из одного. А так как она очень устала, то попробовала лечь в постельку, но ни одна из них для нее не подходила, одна была слишком длинной, другая слишком короткой, но седьмая оказалась ей в пору, легла она в нее и, отдавшись на милость Господню, уснула. Когда уже совсем стемнело, пришли хозяева избушки, а были то семеро гномов, которые в горах добывали руду. Они зажгли семь своих лампочек, и когда в избушке стало светло, они заметили, что у них кто-то был потому что не все оказалось в том порядке, в каком было раньше. И сказал первый гном. Кто это на моем стуле сидел? Второй. Кто это из моей тарелочки ел? Третий. Кто взял кусок моего хлебца? Четвертый. Кто ел мои овощи? Пятый. Кто моей вилочкой брал? Шестой. Кто моим ножичком резал? Седьмой спросил. Кто это пил из моего маленького кубка? И оглянулся первый и увидал, что на его пастельке маленькая складочка, и спросил. Кто это лежал на моей кроватке? Тут сбежались и остальные и стали говорить. И в моей тоже кто-то лежал. Глянул седьмой гном на свою постель, видит, лежит в ней белоснежка и спит. Позвал он тогда остальных, прибежали они, стали кричать от удивления, принесли семь своих лампочек и осветили белоснежку. Ах, боже ты мой. Ох, боже ты мой. Воскликнули они. Какой, однако, красивый ребенок. Они так обрадовались, что не стали ее будить и оставили ее спать в пастельке. А седьмой гном проспал у каждого из своих товарищей по часу, так вот и ночь прошла. Наступило утро. Проснулась белоснежка, увидела семь гномов и испугалась. Но были они с ней ласково и спросили. Как тебя зовут? Зовут меня белоснежка, ответила она. Как ты попала в нашу избушку? И рассказала она им о том, что мачеха хотела ее убить, но егерь сжалился над ней, и что бежала она целый день, пока, наконец, не нашла их избушку. Гномы спросили. Хочешь вести наше хозяйство, стряпать, постели взбивать, стирать, шить и вязать, все содержать в чистоте до порядки, если согласна на это, можешь у нас остаться, и всего у тебя будет в досталь. Хорошо, сказала белоснежка, с большой охотой. И осталась у них. Она содержала избушку в порядке, утром гномы уходили в горы искать руду и золото, а вечером возвращались домой, и она должна была к их приходу приготовить им еду. Целый день девочка оставалась одна, и потому добрые гномы ее предостерегали и говорили. Берегись своей мачехи, она скоро узнает, что ты здесь, смотри, никого не впускай в дом. А королева, съев легкие и печень белоснежки, стала снова считать, что она самая первая и самая красивая из всех женщин в стране. Она подошла к зеркалу и спросила. Зеркальце, зеркальце на стене. Кто всех красивей во всей стране? И ответила зеркало. Вы, королева, красивы собой. Но белоснежка там, за горами. У гномов семей за стенами. В тысячу крат еще выше красой. Испугалась тогда королева, она ведь знала, что зеркало говорит правду, и поняла, что егерь ее обманул и что белоснежка еще жива. И стала она снова думать да придумывать, как бы ее извести, не было ей от зависти покою, от того, что не она самая первая красавица в стране. И вот, наконец, она что-то надумала, накрасила себе лицо, переоделась старой торговкой, так что и узнать ее было нельзя. Направилась она через семь гор к семи гномам, постучала в дверь и говорит. Продаю товары хорошие. Продаю. Глянула белоснежка в окошко и говорит. Здравствуй, добрая женщина, что же ты продаешь? Хорошие товары, прекрасные товары, ответила та, шнурки разноцветные. И достала королева один из шнурков, показала, и был он сплетен из пестрого шелка. Эту честную женщину можно и в дом пустить, подумала белоснежка, открыла дверна из осов и купила себе красивый шнурок. Как тебе идет, девочка, — молвила старуха, — дай-ка я зашнурую тебя как следует. Белоснежна, не ожидая ничего дурного, стала перед нею и дала затянуть на себе новые шнурки, и начала старуха шнуровать, да так быстро и так крепко, что белоснежка задохнулась и упала мертвая на земь. «Была ты самой красивой», — сказала королева и быстро исчезла. Вскоре после того, к вечеру, вернулись семь гномов домой, и как испугались они, когда увидели, что их милая белоснежка лежит на земле, не двинется, не шилохнется, точно мертвая. Подняли они ее и увидели, что она крепко-накрепко зашнурована, тогда разрезали они шнурки, и стала она понемногу дышать и постепенно пришла в себя. Когда гномы услыхали о том, что случилось, они сказали. Старая то торговка была на самом деле злая королева, берегись, не впускай к себе никого, когда нас нет дома. А злая женщина возвратилась домой, подошла к зеркалу и спросила. «Зеркальце, зеркальце на стене. Кто всех красивей во всей стране?» И ответила ей зеркало, как прежде. «Вы, королева, красивы собой. Но белоснежка там, за горами. У гномов семи за стенами. В тысячу крат еще выше красой. Когда услыхала она такой ответ, вся кровь прилила у нее к сердцу, так она испугалась, она поняла, что белоснежка ожила снова. «Ну, уж теперь», — сказала она, — «я придумаю такое, что погубит тебя наверняка». Зная ведьмина колдовство, приготовила она ядовитый гребень. Затем переоделась она и обернулась другую старухой. И отправилась за семь гор к семи гномам, постучалась в двери, говорит. «Продаю товары хорошие. Продаю». Белоснежка выглянула в окошко и говорит. «Проходи, проходи дальше, в дом пускать никого не велено. Поглядеть-то, пожалуй, можно», — молвила старуха, — достала ядовитый гребень и, подняв его вверх, показала белоснежке. Он так понравился девочке, что она дала себя обмануть и открыла дверь. Они сошлись в цене, и старуха сказала, — «Ну, а теперь дай-ка я тебя как следует причешу». Бедная белоснежка, ничего не подозревая, дала старухе себя причесать, но только-то прикоснулась гребешком к волосам, как яд стал тотчас действовать, и девочка упала без чувств на земь. «Ты, писаная красавица», — молвила злая женщина, — «теперь-то уж пришел тебе конец». Сказав это, она ушла. Но, к счастью, дело было под вечер, и семь гномов вскоре вернулись домой. Заметив, что белоснежка лежит на земле мертвая, они тотчас заподозрили в том мачеху, стали доискиваться, в чем дело, и нашли ядовитый гребень, и как только они его вытащили, белоснежка снова пришла в себя и рассказала им обо всем, что случилось. И еще раз гномы ей сказали, чтоб была она настороже и дверь никому не открывала. А королева возвратилась домой, села перед зеркалом и говорит. «Зеркальце, зеркальце на стене. Кто всех красивей во всей стране?» И ответила зеркало, как прежде. «Вы, королева, красивы собой. Но белоснежка там, за горами. У гномов семи за стенами. В тысячу крат еще выше красой». Услыхала она, что говорит зеркало, и вся задрожала-затрепетала от гнева. «Белоснежка должна погибнуть», — крикнула она, «даже если бы это мне самой стоило жизни. И она отправилась в потайную комнату, куда никто никогда не входил, и приготовила там ядовитое-приядовитое яблоко. Было оно снаружи очень красивое, белое и румяное, и всякому, кто бы увидел его, захотелось бы его съесть, но кто съел хотя бы кусочек его, тот непременно бы умер. Когда яблоко было готово, накрасила она себе лицо, переоделась крестьянкой и отправилась в путь-дорогу, за семь гор к семи гномам. Она постучалась, белоснежка высунула голову в окошко и говорит. «Пускать никого не ведено, семь гномов мне это запретили». «Да, это хорошо», — ответила крестьянка, — «но куда же я дену свои яблоки?» «Хочешь, я подарю тебе одно из них?» «Нет», — сказала белоснежка, — «мне ничего не велено брать». «Ты что же это, яду боишься?» — спросила старуха. «Погляди, я разрежу яблоко на две половинки, румяную съешь ты, а белую съем я». А яблоко было сделано так хитро, что только румяная его половинка была отравленной. Захотелось белоснежке отведать прекрасного яблока, и когда увидела она, что крестьянка его ест, то и она не удержалась, высунула из окошка руку и взяла отравленную половинку. Только откусила она кусок, как тотчас упала замертво на земь. Посмотрела на нее своими злыми глазами королева и, громко захохотов, сказала. «Бело, как снег, румяна, как кровь, черноволоса, как черное дерево. Теперь твои гномы уж не разбудят тебя никогда». Вернулась она домой ищала спрашивать у зеркала. «Зеркальце, зеркальце на стене. Кто всех красивей во всей стране?» И ответила зеркало наконец. «Вы, королева, красивей во всей стране». И успокоилось тогда ее завистливое сердце, насколько может подобное сердце найти себе покой. Гномы, возвратясь вечером домой, нашли белоснежку лежащей на земле, бездыханной и мертвой. Они подняли ее и стали искать яд, они расшнуровали ее, причесали ей волосы, обмыли ее водой и вином, но ничего не помогло, милая девочка как была мертвой, так мертвой и осталась. Положили они ее в гроб, сели все семеро вокруг нее и стали ее оплакивать, и проплакали они так целых три дня. Затем решили они ее похоронить, но она выглядела точно живая, щеки у нее были красивые и румяные. И сказали они. «Как можно ее такую в сырую землю закопать?» И велели они сделать для нее стеклянный гроб, чтоб можно было ее видеть со всех сторон, и положили ее в тот гроб, и написали на нем золотыми буквами ее имя, и что была она королевской дочерью. И отнесли они гроб тот на гору, и всегда один из них оставался при ней на страже. И пришли также и птицы оплакивать белоснежку, сначала сова, затем вороны, наконец, голубок. И вот долго-долго лежала в своем гробу белоснежка, и казалось, что она спит, была она бела, как снег, румяна, как кровь, и черноволоса, как черное дерево. Но случилось, что заехал однажды королевич в тот лес, и попал он в дом гномов, чтобы в нем переночевать. Увидел он на горе гроб, а в нем прекрасную белоснежку, и прочел, что было написано на нем золотыми буквами. И сказал он тогда гномам. Отдайте вы мне этот гроб, а я дам вам за него все, что вы пожелаете. Но ответили гномы. Мы не отдадим его даже за все золото в мире. Тогда он сказал. Так подарите мне его. Я жить не могу, не видя белоснежки. Когда он это сказал, сжалились над ним добрые гномы и отдали ему гроб. И велел королевич своим слугам нести его на плечах. Но случилось так, что споткнулись они о какой-то куст, и от сотрясения выпал кусок ядовитого яблока из горла белоснежки. Тут открыла она глаза, подняла крышку гроба, а затем встала и сама. Ах, господи, где же это я? Воскликнула она. Королевич, исполненный радости, ответил. Ты у меня, и поведал ей все, что произошло, и молвил. Ты мне милее всего на свете, пойдем вместе со мною в замок к моему отцу, и будешь ты мою женой. Согласилась белоснежка, и отпраздновали они пышную и великолепную свадьбу. Но на праздник была приглашена и королева, мачеха белоснежки. Нарядилась она в красивое платье, подошла к зеркалу и сказала. Зеркальце, зеркальце на стене. Кто всех красивей во всей стране? И ответила зеркало. Вы, госпожа королева, красивы собой. Но королева молодая в тысячу крат еще выше красой. И вымолвила тогда злая женщина свое проклятие, и стало ей так страшно, так страшно, что не знала она, как ей с собой справиться. Сначала она решила совсем не идти на свадьбу, но не было ей покоя, хотелось ей пойти и посмотреть на молодую королеву. И вошла она во дворец, и узнала белоснежку, и от страха и ужаса как стояла, так на месте и застыла. Но были уже поставлены для нее на горящие угли железные туфли, и принесли их, держа щипцами, и поставили перед нею. И должна была она ступить ногами в докрасно-раскаленные туфли и плясать в них до тех пор, пока, наконец, не упала она мертвая на землю. Субтитры создавал DimaTorzok